Очень крутой вопрос, спасибо за него. Если вы совершеннолетняя и живете своей собственной самостоятельной жизнью, мать не имеет права ставить никакую защиту, даже если она за вас переживает. Максимально мамочке, что вы можете сделать своим детям, это молиться о них, либо обращаться к Всевышнему Создателю, к кому вы хотите, с прошением оберечь вашего ребенка от любых насильственных ситуаций в жизни. Все остальное дети имеют право решать самостоятельно. Это их опыт, это их жизнь. Иногда без того, что они получат по башке, они не научатся делать то, что они могут сделать в этой жизни в будущем. Поэтому будьте внимательны и уважайте выбор души ваших детей. Ну а теперь самое главное, что же делать вам в этой ситуации? В первую очередь поговорить с мамой и запретить ей, сказать, мам, я тебе запрещаю любые магические вмешательства в мою собственную жизнь. И я разрешаю, позволяю и с любовью приму только от тебя любовь, благодарность и заботу, но без магических всяких историй. Это моя жизнь. Это первое. Второе. Если есть возможность, найдите, пожалуйста, вот такую свечу. Это темный баклажан, темный фиолет. Это свеча трансформационная. Зажгите ее на ночь перед сном. Когда будете зажигать и около нее находиться, проговорите следующие слова. Вселенная. Тонкий план Всевышний. Кому угодно. Обращайтесь. Кого вы признаете. Я запрещаю любому человеку внедряться в мое тонкое пространство, включая собственную маму. И прошу трансформировать все, что было сделано до... Но это еще не все. На следующее утро обязательно, именно на следующее утро достаете белую свечу. Все должно быть восковое. А белую свечу зажигаете ее. До часу дня ее нужно зажечь. Со словами Вселенная Всевышний. Я обращаюсь к тебе с большой просьбой. Прошу оградить на меня влияние любое чужих людей, а также своих кровников и родных. Энергии, магии, разрушения и даже защиты. Той, которая будет мне мешать в реализации моего будущего. С любовью и благодарностью я позволяю принять себе и всем своим делам и делать тем людям только лишь моление о защите, а также посылать на любовь, знания и благодарность. И еще я прошу всех, всех тонкому пространству объявить о том, что вы запрещаете кому-либо влазить в ваше состояние. Очень часто слышу, ой, моя подружка пошла к какой-то гадалке, они погадали, на кофе попили. Я это гадалка и сказала, что на мне есть порча. Не имеет права ни подруга, ни мать, ни кто-либо, матери до совершеннолетия вашего, влазить в ваше тонкое пространство. Всегда задайте вопрос, для чего они это делают? Для чего ваша подружка идет и узнает, что же у вас там происходит? Зачем ей это? Забота? Забота, если она видит, что у вас плохое состояние, пусть в врачу отведет. Если она видит, что у вас нет настроения, пусть его поднимет. В тонкие тела не допускайте никого. Это ваша охранная система.